Привет! Меня зовут Влада Казачище и я снимаю это видео уже третий раз. Ладно, не будем о грустном. Сегодня я хочу рассказать вам про своих любимчиков этой осени в косметике. И я очень надеюсь, что вам понравится это видео. И если оно вам понравится и будет много отзывов, я в скором же времени сниму, что я буду носить этой зимой. Да. И хотела бы я начать, наверное, с тонального крема, так как мы пользуемся этим каждый день. Моим фаворитом остается NYX Total Control. Я уже перешла на более светлый оттенок. Сейчас пользуюсь цветом Light. Раньше это был нейтрал. Мне он очень нравится, серьезно. Это лучший тональник в моей жизни, который я когда-либо пробовала. Потому что он наносится очень легко, застывает, цвет передается очень классно. Ну и, в принципе, держится весь день, поэтому он просто супер. Ну и мало того, еще матирует кожу, а это вообще просто класс. Следующее, про что я хотела бы сказать, это вот эта штучка. Это консилер для глаз от Maybelline, который называется Instant Anti-Age. Очень крутая вещь. Мне нравится на тем, что здесь есть такая мягенькая штучка, которая очень легко наносить это средство под глаза. И даже то, что вы не можете распределить с этой штучкой, вы можете распределить пальцами. И это очень удобно. И я должна напомнить, что обязательно пользуйтесь консилерами, потому что если вы будете наносить тональный под глаза, то это очень вредно, и ваша кожа очень быстро состарится, и станет морщинистой и некрасивой. Вот. А консилеры, они более легкие, чем тональники, поэтому пользуйтесь ими, и не портите свои глазки и мешочки. Так как мы загрели про консилеры, фирма Rimmel выпустила новую коллекцию, которая называется Hashtag Insta. Вот. Тут у меня есть аж три таких предметика с их коллекции. Это матирующая пудра, это стик, в котором есть темные и светлые участки для того, чтобы контурировать лицо, и палетка консилеров и контуринга. Это хайлайтер, консилер и скульптор. Очень удобно, все очень мне нравится, я пользуюсь ими всеми, очень классно. То, что мне нравится в этой пудре, то, что она не рассыпчатая, а компактная, это очень удобно, ее можно брать с собой. И, как насколько вы знаете, я пользуюсь только бесцветными пудрами, поэтому это очень даже ок. Так как я заговорила про Rimmel, хотела бы сказать, что на сайте beynice.com.ua, который является официальным представителем косметики, Rimmel, Makeup Revolution, Max Factor и других брендов, проходит сейчас Черная Пятница. Она будет есть четвергая по субботу, и там будут просто бешеные скидки. Это еще учитывая то, что сама косметика, в принципе, сама по себе недорогая. Но у меня есть к вам еще одна такая штука. У меня есть купон на 10% скидки, и он будет суммироваться с этой Черной Пятницей. Будет все просто супер дешево для вас, так что налетайте, не упускайте такой шанс, и покупайте кучу косметики. Я бы на вашем месте так бы и сделала. Там есть еще замечательные палетки теней, от которых я просто тащусь. К примеру, вот такая вот, которая называется Mermaids Forever. Тут очень много классных цветов. Голубеньких, под голубые глаза, под карие глаза, и светлые для вообще чего угодно. А также мое последнее приобретение. Это вот такая вот палетка. Она очень яркая. Возможно, камера не передает все цвета. Здесь очень кислотные оттенки. Мне не очень нравится. Я уже очень хочу прям начать творить наконец что-то, потому что это, ну, ярко, классно. Всю информацию ставлю ниже. Не забывайте перейти, посмотреть. Так что... Так как мы заговорили про бесцветные пудры, я хотела бы еще рассказать про две, которые у меня есть. Это Maybelline Master Fix. Очень крутая тоже пудра. Она как раз рассыпчастая. Вот. Мне она очень нравится. Очень классно матирует лицо. А также минеральная пудра от L'Oreal. У них вышла одна бесцветная и еще три с цветами. Но я цветные даже не брала, потому что я люблю только бесцветные, чтобы случайно не навредить тону. Так как она на минералах, она полезна для лица. Она делает очень мягкое, такое прифотошопленное лицо. И это выглядит очень-очень круто. Так что мне лично вот это очень даже нравится. Хотя я видела, что некоторые блогеры вот те цветные пудры наносят как тон даже. Why not? Дальше хотела бы еще показать вам две палетки теней, которые бы я вам посоветовала для этой осени, ну или зимы, не знаю, для чего хотите. Первая это Burgundy Bar от Maybelline. Я думаю, что вы уже наверняка про нее слышали. Она крутая тем, что здесь правда очень осенние оттенки. Они все блестят очень красиво. Есть парочку матовых цветов. И она очень подходит для ежедневного использования, так что я ее очень-таки советую. И следующая палетка это NYX Ultimate. Именно в таких цветах я себе взяла. Это мой фаворит, потому что она подходит мне под цвет волос. Мне она очень нравится тем, что тут есть от светлых оттенков к темным, и от матовых до супер блестящих. Это очень хорошо тем, что можно растушевывать все цвета, делая любые градиенты, которые вам захочется. Также у бренда вышло очень много всяких палеток для румян, хайлайтеров, бронзеров, которые я хочу вам тоже показать. Во-первых, это палетка NYX Three Steps to Sculpt, которую я разыгрываю в конкурсе. Вот здесь. И мне она нравится тем, что здесь есть очень хороший бронзер, который подходит мне по цвету лица. Здесь есть бесцветная вот такая штука, которую я использую как тени, как подложку для теней. И здесь есть хайлайтер из очень крупных частичек. Я его использую на праздники, так сказать, чтобы кожа была просто супер блестящей, мерцающей. В принципе, мне эта штука очень нравится. Дальше это NYX Contour Intuitive. Здесь у нас есть два хайлайтера, здесь у нас есть много теней и румяной. Эти палетки тоже представлены в разных цветах. Я подобрала себе вот эту, потому что мне нравятся оттенки теней, они также подходят под мои волосы. Ну и цвета хайлайта и румян тоже прекрасны просто. Поэтому это мой фаворит из этой серии. Кстати, хайлайтеры просто суперски-божеские, потому что мне кажется, они такие же, как и в одной из моих любимых палеток NYX с хайлайтерами. И третье это Maybelline Master Blush. Здесь все эти штуки, это все для румян. Даже вот этот самый светлый, я его хоть иногда наношу как хайлайтер, но он все равно немножко с розовинкой. Вот, но мне они очень нравятся, они очень классные. Я практически каждый день использую вот эти два цвета. Если что, я снимаю видео. В общем, мне они тоже очень сильно нравятся, но самое плохое то, что нет ни одной палетки, в которой было бы и хайлайтер, и румяна, и бронзер. И в принципе, больше мне ничего не нужно. Вот, я очень жду, чтобы уже наконец такая появилась, и чтобы можно было ее удобно брать каждый день, не выкладывая кучу палеток вокруг себя и мазюкая себя. Но, возможно, вы найдете из этих палеток какую-то для себя, которая вам подойдет. Так что мне они, в принципе, по своим текстурам очень нравятся, так что я советую каждую из них. Просто вот жалко, что такой нюанс не соблюден. Следующая вещь, про которую я хотела бы рассказать, это Maybelline Tattoo Brow. Это тин для бровей. Очень крутая вещь, потому что брови остаются прокрашенными как минимум три дня. Вам не приходится ходить в салон для того, чтобы красить их краской. Это делается все очень быстро. Всего лишь оставляете эту штуку на полчаса у себя на бровях, и потом снимаете такую тоненькую пленочку со своих бровей. Снимается она тоже очень легко, никакие волосы она не вырывает, так что не подумайте. Если вам лень ходить в салоны и делать там брови, то я советую эту штуку. Следующая это новая подводка от NYX. У них вышло очень много подводок на самом деле, в разных текстурах, так сказать. Мне больше всего понравилась вот эта. Она толстая, но на самом деле ей очень легко рисовать тоненькие линии. Очень удобно, также и толстая удобно, поэтому после Epic Ink Liner это мой фаворит. И я думаю, что вы все уже слышали наверняка про эту тушь, потому что все блогеры просто пищат, насколько она классная, и я с ними согласна, потому что она и правда очень крутая. Эта новая тушь от L'Oreal называется Paradise. Мне нравится тем, что она из натуральных ворсинок, и они очень классно прокрашивают ваши реснички, делая их натуральными, потому что если бы это было силиконовые ворсинки, то их даже ворсинками не назовешь, они делают более кукольный взгляд. Эта же штука гораздо круче, я ей пользуюсь каждый день. Мне нравится то, что цвет очень черный, то, что она застывает очень классно, не делает пучковых никаких ресниц, все раздельно, ничего не перепечатывается, не осыпается. В общем, пока что для меня это тушь номер один, и насколько я знаю, не только для меня. Теперь покажу вам немножко новинок от NYX из помад. У них вышло очень много помад, и я вот не знаю, как мне лучше их вам всех показать, делая свочи, или вот вам будет этого всего достаточно, то, что я покажу вам в этом видео. Если у вас есть идеи, напишите мне об этом. Я также думала делать свочи только в Инстаграме, то есть сделаю какое-то просто маленькое видео, перебивочку, где у меня будут меняться цвет губ. Вот. Но я не знаю, возможно, вы хотите, чтобы я сделала это на YouTube, так что я послушаю любые ваши предложения. Начну я с Lingery Matte, и это на самом деле штука для глаз, это как жидкие тени. Но я нанесла их на губы вот сейчас, сейчас на мне вот эта штука, и мне кажется, что она будет очень красивой, насколько вы видите, это просто матовый цвет красивый, и, ну, мне кажется, что вполне можно носить на губы, не обязательно глаз ее использовать вообще. Следующая это NYX Cosmic Metals, она очень-очень блестящая, это прикольно, мне, в принципе, нравится, но это, конечно, не на каждый день. Я, к примеру, не готова пока что ходить каждый день блестящими губами, но очень прикольно. Тут, в принципе, все цвета Cosmic Metals очень такие нежные, неяркие, поэтому можно экспериментировать. Также вот эта вот NYX Liquid Sweet, очень прикольная помада, тем, что она вроде бы как глянцевая, но она матовая, то есть на самом деле она застывает на губах, и у вас получается матовый эффект, и хоть кажется, что она должна блестеть просто во все блестки мира, на самом деле нет, она совсем немножко сверкает, и как бы вот именно ее можно как раз носить каждый день и не париться. Следующая это Super Quicky, и мне, честно говоря, немножко бесит, что каждый раз приходится очень много раз делать вот так вот, чтобы она выдавилась хоть немножко. вот, возможно, кому-то это удобно, но мне не совсем, я не сильно такое понимаю, хотя, в принципе, по текстуре она прикольная, возможно, вы знаете, есть такие помады-крайоны, вот она мне чем-то на нее похожа по текстуре, такая кремовая. Там очень много разных цветов. И еще одна, это Epic Ink, как лайнер, только это для губ, и прикол их в том, что они настолько какие-то легкие и водянистые, они застывают на губах, конечно, не подчеркнут все недостатки губ, если они там по шельшавели или еще что-то с ними случилось, но цвет останется очень надолго. К примеру, я нанесла на руку случайно, и у меня осталось просто фиолетовое пятно, которое я не могла смуть очень долго даже мицеллярной водой, то есть цвет реально будет просто, ну, на очень долго сохраняться на губах. Это прикольно. Хотела вам показать, что мне прислали Maybelline. Они мне прислали вот такую здоровезную книжку. Точнее, это не книжка, потому что здесь очень много разных помад новых. Они мне очень нравятся тем, что здесь просто безумные цвета, и еще тем, что это матовые блески для губ. Они шикарны, они наносятся очень классно, они подходят для ежедневного использования, и уже я вижу, насколько многим девушкам они нравятся, так что спасибо большое Maybelline, это правда очень круто. А также хотела рассказать, что в NYX вышло очень много подарочных наборов. Мне кажется, что они подарочные из помад, и еще из разных штук. Например, вот эта, которую я выиграла на последних презентациях. Точнее, спасибо Ане Сулиме, которая выиграла это все за меня. Тут 12 помадочек маленьких. Шесть из них матовые, шесть из них вельветовые. Это очень круто, на самом деле. И таких наборов у них просто куча разных. И самый крутой, как мне кажется, это календарь из помад. Господи, это вообще как можно было такое придумать? Это вы знаете, как детские календари с шоколадками, когда ты каждый день открываешь, там у тебя новая шоколадка. Так тут каждый день ты открываешь, у тебя новая помада. Ну, это же просто прекрасно, не знаю. По-моему, лучшего подарка для девушки просто не придумаешь. А закончить это видео, не поверите, я хочу посудой. Это странно, но я просто обещала в Инстаграме, поэтому я хочу об этом рассказать. Во-первых, хочу рассказать про вот эту замечательную чашку, которую мне подарил Андреев. Честно говоря, оттащусь просто от творчества этого парня, потому что он делает просто нереальные вещи. И вот эта чашка, дизайн был специально сделан для меня. Он делает под разные профессии, а вот это было специально для блогера. И он нарисовал пакеты Бершка, Зарастра, Дивариус, Айфон в правой руке. Ну, короче, просто идеально. Тут написано, все, ты ведма находитесь, набатись, я блогер. И мне кажется, что такое может быть отличным подарком для любого человека, потому что можно найти под любую профессию, под любое настроение такую чашку, и это будет очень мило. И я уже даже посоветовала одной подружке подарить такую чашку своему брату. Мне кажется, ей понравилась эта идея. Реально, очень прикольно. Спасибо большое Андрееву. И вообще, у него не только чашки, есть там куча всего, канцелярии всякой. В общем, я не буду рассказывать, просто зайдите и посмотрите. Я тащусь от этой милашности и от этой красоты. Дальше хотела рассказать вам про вот эти тарелки. Я их фоткала в Инстаграм. В общем, мне они очень понравились. Я увидела их впервые в Куки Тон Бейкере и подумала, блин, где же такие найти. Поняла, что надо искать на Алиэкспресс и нашла приложение Джум. Нет, это не реклама, мне за нее не платили, к сожалению. Хотя я уже настолько многим людям про это приложение рассказала, что мне кажется, что пора, чтобы они уже мне заплатили все-таки за эту рекламу. Это как Алиэкспресс, там очень дешевые цены, но ты не платишь за доставку. Вот эти цены, которые там написаны. Это, собственно, цена товара, которую ты получишь. Они приходят буквально за 2-3 недели, все вещи. Я заказала кучу всего уже. Они, правда, приходят по одной, то есть по штучной. Ну, как с Алиэкспресс, собственно, ничего не меняется. Я заказала оттуда очень много всего и, в принципе, все было без всяких фокапов, так сказать. Единственное, что было, когда я заказывала линзы, мне приходили по одной штучке, то есть одна линза. И я потом такая, типа, чего? Захожу, читаю, и на туре написано, типа, одна штучка. Я думаю, ну ладно, типа, это я прогадала, приходилось просто заказывать еще. А так, в принципе, в основном все было хорошо, так что я реально советую это приложение, там можно найти все очень дешево и даже такие тарелки, поэтому why not? Ну что ж, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Оставляйте свои отзывы по поводу этого видео, по поводу того, хотите ли вы видеть от меня зимние наряды, зимние тренды, свочи на YouTube или в Instagram помад, свочи, это когда я тестирую помады на себе. И я буду очень рада этим комментариям, и также ваши подписки на мой канал и пальцы вверх. Для меня это очень важно, так что, ребят, пожалуйста, сделайте это. Спасибо вам большое еще раз, люблю и целую. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok